Время Время, когда привычные нам вещи начинают работать совершенно по-другому или вообще исчезают Меняться — это логично Изменения, они как волнительные, страшные, даже не приятные, а продюживающие Мне кажется, сейчас очень много внутренних процессов внутри человека, которые происходят Которые можно назвать переменами Переход из одного состояния в другое Мы живем в таком изменении И они настолько быстры, что некоторые из нас даже не успевают гнаться за этими изменениями Особенно поколения, которые гораздо старше Я помню времена, когда не было интернета 20 лет назад — это недавно Поэтому, безусловно, мы живем в духовке диких изменений Мне это развитие, это совершенствование, это улучшение, я надеюсь Революция, хардкор, возможно, анархия Исцеление, мудрость Для меня изменения — это очень страшно Для меня перемены тоже Отсутствие перемен, растянение, окупливание И в экономике, и в политике, и в научных открытиях, и в природе, и даже в самих людях Напряжение во всех этих областях накапливается, накапливается, накапливается И каким-то образом, так или иначе, оно должно бы найти точку разрядки У нас сейчас эпоха сильно нестабильная Я не люблю телевидение Я считаю, что это такой очень большой, огромный монстр, который публикует людьми Я родилась в пропаганде И, по моему мнению, я никогда не жила без пропаганды Поэтому это не изменение, это стабильность Спросили, вы из Болонии, и когда я сказала, что я из России, я увидела на лице какую-то маску В общем, мне ничего не сказали, и, в общем, ну, как-то быстро закручивалась коммуникация До сих пор проводятся искусственные границы Не со всеми визами, а с критическими играми И эти изменения прямо пройдут по-восту, потому что нужно в человечестве И моральное насилие, это и грубость в интернете Начиная с глобального утепления и заканчивая глобальным похолоданием в международных отношениях А там какая-то война, какие-то беженцы Это война, которая происходит за тысячи километров И вдруг вот это какое-то начинает иметь отношение к моей жизни Мне становится стыдно, наверное И мне не нравится, когда продвигают однозначно сумасшедших, нездоровых и не очень адекватных, абсурдных лидеров Мы становимся немного дальше друг от друга Очень мне нравится обострение отношений между Турцией и Россией Приходилось очень много переживать внутри Именно даже не то, что я переживала, а именно отношения людей, причем с обеих сторон Растущая, наверное, копость между людьми, у которых все ресурсы, и людьми, у которых нет ресурсов Связано с экологией, то, что нарушает ее, нарушает наш мир Очень жалко, что в сознательном таком возрасте, в 21 веке, мы можем допускать и разрешать человечественные публикты от души Сейчас не буду говорить про перемены в политике, в нашей стране А то, что образство, коррупция, вообще, заезжу Просто то, что я очень просто чувствую, то, что у меня болит Мне хочется большей талии радости Хочется, чтобы каждый видел в другом себе Чтобы люди перестали, наконец, бороться за, не знаю, за что было, за превосходство Мне бы хотелось, чтобы, например, органы управления страной были более прозрачны и более открыты в том, что они делают Мне бы хотелось видеть больше любви между людьми и больше свободы Ну, чтобы Гольфстрим не менял направление сырого течения Ледники перестали таять Здесь и можно было постановиться И дартики добрают все, как говорится Взаимодействие с эмигрантами и вовлечение их в жизнь общества Не избегание, а, наоборот, принятие их То же самое с ЛГБТ-сообществом Я хочу все больше и больше, чтобы люди возвращаются немного к природе и к духовному Мы должны учить своих детей И вообще там, да, не нужно выбирать оборот, чтобы люди все Распевали свой род отца, свое счастье, свою любовь Давайте дружить Вот как ни странно, мне кажется, все люди везде одинаковые Я бы сказала, что мы друзья Хотя бы потому, что мы часто взаимодействуем друг с другом Мы действительно находимся в хороших отношениях Но на уровне государства, к сожалению, мы сейчас поставлены в таком положении, что мы находимся на противоположных сторонах Ты — это я Я хочу, чтобы мы с тобой любили друг друга В любом случае, Родина у нас и все у нас Самое главное изменение, про которое мы хотя бы начинаем сейчас говорить Оно касается внутренности каждого человека Я думаю, даже два человека, когда они действуют сообща, они способны делать изменения Делиться историями — это становиться счастливее, даже в территории тяжелее Просто хочется сказать — любите друг друга Все разные И это очень классно Мне кажется, нам важно только каждой минутой и каждым днем, когда мы еще способны жить, чувствовать, любить, творить, что-то друг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok